добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер коллеги просьба убедительно вас поставить мне плюсики в нашем чате если меня слышно видно хорошо без каких-либо помех скрипы и так далее спасибо михаил приветствую светлана город самара на берегу красивой реки волги есть напишите сами еще какие города в которых вы сейчас находитесь и слушайте данный вебинар у нас здесь вебинар чате да будет здорово киров приветствуем киров киров тот который я предполагаю на реке вятка правильно михаил вот итак коллеги у нас с вами пойдет сегодня речь о личном кабинете в личном кабинете партнера компании skyway капитал данный вебинар мы проводим по средам 17 часов ну конечно же в первую очередь они направлен на что на то чтобы новые люди новые партнеры которые у вас в течение недели могут появиться да если вы работаете по партнерской программе либо новые инвесторы которые благодаря вам узнали информацию о развитии нашего проекта и приняли решение стать инвесторами нашего проекта да легко могли ориентироваться в том что где находится у нас личном кабинете вот и скажем так меньше задавали вопросов вам чтобы не отрывать вас в неурочное время да когда вы чем-то занят и вам может позвонить партнеры начать как мы говорим доставать вопросами приветствуем смолевича приветствуем таисию приездом нижний новгород вот рада вас видеть на сегодняшнем вебинаре поэтому данный вебинар очень важен и как показывает практика как показывает практика обращение наших партнеров инвесторов в отдел информационной поддержки в москве и в тех поддержку до огромное количество людей которые зарегистрированы на нашем сайте даже купивши акции не умеют пользоваться личным кабинетом приветствуем северную столицу культурную столицу ольга раз сообщить что в мае месяце появлюсь у вас на достаточно продолжительное время буду отдыхать и полюбуюсь вашим городом вот поэтому данный вебинар он вообще вебинары нельзя назвать обязательными посещения потому что у нас бизнес таков который связан с добровольным волеизъявлением людей да никого заставить нельзя никого нельзя поставить жесткие рамки есть определенные правила работы следуя которым вы можете стать успешными но вы можете их не выполнять есть вероятность небольшая что вы не выполняя их станете успешными но если вы хотите все-таки добиться какого-то результата хотите зарабатывать здесь деньги хотите скажем так грамотно засеть информацию людям которые вас окружают лучше если вы этим правилам будете следовать но сегодня мы говорим не о построении бизнеса мы сегодня говорим не о партнерской программе мы сегодня не говорим скажем так о презентации нашей компании кстати презентации завтра будет 18.00 в москве на нее вы можете пригласить ваших потенциальных партнеров либо людей которые стали инвесторами еще до конца может не разобрались и готовы послушать информацию будем рады вам донести ее завтра итак коллеги личный кабинет то есть для того чтобы не его показать мне придется сейчас поделиться с вами экраном есть такой сервис данной комнате вот я сейчас буду делиться с вами рабочим столом когда мне пройдет прогрузка я нажму кнопочку начать приветствую нижневартовск вот у нас и скажем так более восточные регионы появились сегодня вебинарной комнате нижневартовский уже вечер вот у нас вечер ранний нижневартовский уже поздний вечер скажем так сейчас программа немножко прогрузится мы с вами пойдем дальше по нашей информации я вам покажу сегодня да я знаю что два часа разница скажем так у нас с уральским регионом два часа разницы между москвой и целым рядом крупных городов которые находятся у нас по уральскому хребту с одной и с другой стороны и так коллеги у меня программа заработала если вы поставите плюсики это будет для меня сигналом что вы видите мой рабочий стол вот и сейчас мы с вами будем заходить в аккаунт причем мы зайдем с вами так называемый чистый аккаунт специально созданный для данного вебинара все хорошо я вижу что есть возможность рассматривать мой экран поэтому берем логин кстати у каждого из вас когда вы входите в личный кабинет партнера компании skyway capital высвечивается вот такая панель в которую вам необходимо ввести логин и пароль которую вы указывали при регистрации в нашем проекте и так у нас прогружается сайт и 1 куда мы попадаем с вами это главная страница нашего личного кабинета я не буду сохранять пароль вот когда вы попадаете на этот сайт на страницу нашего кабинета точнее вы видите да две красные надписи вы не подтвердили телефон и у вас не заполнен профиль то есть электронный адрес вы знаете при регистрации у нас сейчас сделано так что мы подтверждаем электронный адрес и правильность его да то что мы являемся тем кем мы являемся в момент регистрации то есть нам нужно дождаться страница скажем так ждет загрузки пока мы на своем электронном адресе не подтвердим что это мы что мы видим на главной странице первое у нас здесь есть бы место где вы можете загрузить фотографиям покажу где это делается дальше фамилия имя здесь просто тестовый аккаунт вы видите адрес электронной почты у нас сегодня уже реализована возможность получать информацию читать знакомиться со всем что есть личном кабинете на русском языке есть на английском вот как мы говорили видео новостях что сейчас ведется работа по введению в личный кабинет немецкого языка и дальше еще целый ряд европейских языков будут находиться на сайте внутри личного кабинета почему потому что нас активно развивается бизнес партнерский бизнес в целом ряде стран европы вот нас это очень радует и на мероприятие которое было в минске не пришлось там побывать да было большое количество людей из целого ряда стран европы что еще важно вам показать что здесь видите есть как бы она может быть небольшая надпись позвонить сайта да но если вы нажмете у вас будет возможность связаться спица специалистами нашей нашего отдела информационной поддержки в москве в период времени с 10 утра до 9 нати по московскому времени вот если вы разрешите использование вашего микрофона то пойдет вызов и вы свяжетесь со специалистом нашего отдела информационной поддержки я сейчас этого делать не буду вот далее здесь у вас есть два баннера и сейчас такие вот одна из новостей последних свежих да с пятницы вечера перед праздниками у нас запущены еще четыре пакета для приобретения их в рассрочку пакеты большого номинала вот 500 долларов в месяц выплата до 5000 долларов в месяц и дисконт от 450 до 570 это сделано по просьбе скажем так наших западноевропейских партнеров то есть тех людей для которых инвестировать 500 долларов в месяц например либо 1000 но это принц это не сильно передушить себе пищевод перекрыть кислород и так далее так далее сейчас на баннере вы видите эта информация отражена также информация о том что при регистрации любой человек получает 100 подарочных акций дальше что мы видим здесь вот вот зарегистрированный аккаунт вы видите да на премиальном счету 100 подарочных акций которые можно прямо сразу оформить либо они могут быть приплюсованы к пакету который вы будете приобретать основной бонус на акционный счет пусты на них ноль далее написано что человек квалификации клиент и до следующего уровня у него не выполнен ни один процент работы для того чтобы расти по карьерной лестнице есть возможность скажем так посмотреть да какое количество инвесторов привлечено и какое количество денежных средств но на данный момент их нет соответственно ничего не сделано и соответственно раздел моей акции резерв по рассрочке там везде нули отсюда можно быстро перейти в раздел инвестировать в раздел новостей и по сути дела дальше идет статистика какая то есть какое количество людей привлечено в первом поколении какое количество партнеров какая сумма вами привлечена и какой скажем так сколько процентов осталось точнее выполнен до следующей квалификации с правой стороны эта информация в первую очередь для тех кто планирует строить партнерскую структуру на голом аккаунте точнее на чистом когда человек зарегистрирован есть только информация то что на премиальный счет вам начислено 100 подарочных акций это главная страница далее у нас есть раздел профиля если мы нажмем вот на этот про треугольничек в правом углу нашего личного кабинета да и здесь есть раздел профиль документы и ответа на самые скажем так часто задаваемые вопросы раздел профиля у нас есть также в панели инструментов личного кабинета с левой стороны и по сути дела все то же самое персональные данные и документы соответственно в персональные данные можем зайти либо здесь либо здесь нажать профиль я нажимаю здесь профиль у нас загружается страница которую мы можем отредактировать соответственно если телефон указан правильно да нам необходимо нажать на кнопку подтверждения телефона к нам приходит смс мы вводим номер кода который пришел в смске и теперь тем самым после того как мы подтверждаем номер телефона он становится также синего цвета как электронный адрес далее фамилия имя последнее количество скажем так посещение когда какого числа вы заходили в этот личный кабинет и здесь дальше вы можете делать следующее внести сюда логин скайпа второй телефон если вы хотите дальше если у вас есть страницы в контакте в одноклассниках фейсбуке в твиттере вы можете сюда вставить ссылки на эти страницы когда вы это сделаете необходимо нажать кнопочку сохранить если у вас другие соцсети есть и вы готовы внести в аккаунт эту информацию нажимаете до другой дополнительный контакт у вас высветится поле где вы можете его назвать и ввести эту ссылку дальше анкета пользователя сюда можно будет писать отчество потому что при регистрации мы указываем фамилию имя да то есть писаем отчество вписываем телефон дальше мы можем писать адрес если вы зарегистрировались как в россии вы пишете россия регион в котором вы проживаете то есть какая-то область или край далее город полный адрес прописки то есть это улица дом квартира либо дом если квартиры нет дату рождения свою пишите и можете сюда вписать паспортные данные паспортные данные тоже вписывать и все остальное вписывать в принципе не обязательно но это для вашего удобства потому что потом нам нужно будет оформлять например договор да накупленный вами сертификат пакета акций и и там нужно будет указывать номер документа отсюда вы просто можете скопировать и вставить когда будете оформлять договор это то что есть разделе профиль кстати в разделе профиль указываются еще данные вашего наставника его фамилия имя телефон электронный адрес если он указал в своем аккаунте skype здесь высадится его skype это то что касается раздела профиль как я вам говорил он у нас появляется вот здесь и и здесь далее раздел документы давайте сразу его посетим в разделе документы вы можете сегодня найти большое количество документов которые можно скачать на свой компьютер здесь сессия договора до который мы подписываем при взаимодействии с нашей компании клиентский договор договор инвестирования далее вы можете сказать скачать целый ряд буклетов на русском и на английском языке пока до который будет рассказывать о технологии проекта технопарк предложение инвестиционное до который делает наша компания тактика техническое обоснование технико-экономическое обоснование договор аренды земли который у нас заключен с пуховичским райисполкомом минской области даст на территории белоруссии вот то есть выступление анатолий дар чуницкого данная информация вам доступна пожалуйста нажимайте на данные ссылки скачивайте себе на компьютер сохранять и потом вы можете этими документами делиться с кем-то может быть себе просто заведете какую-то папочку там будете хранить ознакомитесь подробно обо всем почитайте и у вас будет информация о том что из себя представляет компания технологии так далее было бы желание этим заниматься далее у нас здесь есть внизу видите раздел курс доллара то есть соотношение сегодня доллара и рубля на сегодняшний день 64 поэтому все люди которые сегодня еще успеют купить пакеты акций компании skyway капитал они выигрывают потому что завтра биржевой курс точнее курс центробанка на завтра шестьдесят шесть копейками соответственно здесь завтра будет шестьдесят шесть и вот те которые сегодня приобретут те например большие пакеты да то они будут выигрывать может быть немного но два рубля на каждом долларе вот такая информация далее есть раздел информации помощь я его не буду открывать хотя в принципе я его сейчас открою тут просто написан электронный адрес нашей службы поддержки телефон москве вот и что необходимо сделать для того чтобы обратиться к нам еще важный момент видите с правой стороны есть панелька начать чат мы онлайн я нажимаю на нее у нас открывается окошко обращения службу технической поддержки вот вы здесь пишите свое имя как вас зовут и будете сообщения те вопросы которые возникают нажимаете отправить специалист технической поддержки получает эту информацию если он может ответить сразу знать что сразу получаете ответ если для этого необходимо скажем так работа определенной службы нашей компании соответственно специалист техподдержки может оформить для вас заявку вот дать вам его номер да вы можете контролировать если зарегистрируетесь на сервисе так называемым в с диска вот либо просто оформить заявку итак друзья разобрались долларом с информации да далее у нас есть раздел профиля мы с вами тоже разобрали теперь что у нас есть еще теперь давайте рассмотрим раздел событий то есть до недавнего времени до момента проведения конференции на территории республики беларусь у нас здесь был третий пункт конференции куда можно было записаться куда можно было скажем так водить данные если вы туда поедете стоимость конференции была 15 долларов и так далее сейчас у нас осталось два пункта и первый из них это расписание вебинаров вот его ввели в личный кабинет где-то два с небольшим месяца назад действительно это очень удобный сервис до который нам позволяет находить информацию о том какие мероприятия когда проходит кто их проводит эти мероприятия да потому что здесь есть вот полоса прокрутки и вот у нас сегодня с вами четвертое число и здесь высвечиваются те вебинары которые сегодня будут проходить это третий по счету дальше будет еще два вебинара сергея сибирякова алексея суходоева ну вот и будет сегодня еще вебинар на венгерском языке 21 час поэтому у вас есть возможность пригласить венгров для которых язык является родным на 9 вечера чтобы они получили информацию о нашем проекте вы можете здесь себе выбрать каком виде вам нужно до расписание неделя месяц просто расписание то есть в той форме в которой валду вам удобно вы можете находить информацию напротив каждого вебинара удалось сейчас если мы нажмем у нас высвечиваются ведущие и ссылки для входа в кабинет то есть очень удобно я считаю для людей которые когда-то находили оправдание что им рассылки не приходили поэтому они не могут участвовать в вебинарах там еще что-то да то есть какие-то причины сейчас этой причины нет потому что данная информация просто легко доступна в личном кабинете каждого партнера далее у нас есть раздел новостей вот раздел новостей я его отношу к инструментам партнеров да потому что в разделе новостей вы видите у нас есть целый ряд скажем так новостей которые последний нас было 4 мая потом это сегодняшний день сейчас буквально сайт прогрузится чтобы я мог упуститься вниз здесь уже большое количество новостей как бы как я рассказываю на вебинарах когда-то мы радовались одной новости в месяц да теперь у нас по несколько новостей в день но 4 число вы видите я не кривлю душой сегодня у нас две новости что важно напротив каждой новости у нас есть кнопки соцсетей то есть если вы нажмете какую-то из кнопок соответственно у вас высветится окошко которое нужно ввести описание этой новости которую вы хотите разместить в той социальной сети в которым вы зарегистрированы то есть если вы не зарегистрированы например не вконтакте не в фейсбуке нажмете мне куда конечно разместить вы не сможете но если у вас есть аккаунты вот в одной из этих пяти систем социальных сетей да то вы сможете эту информацию разместить где-то она размещается на стене, где-то она размещается прямо в профиле. Вот Facebook позволяет размещать данную информацию прямо отсюда на страницу и на стену ваших друзей, которые у вас есть в Facebook и так далее. У каждого сервиса есть свои правила, по которым размещается информация, но важно следующее, что к этой информации, которую вы разместите на своей странице, прикреплена ваша реферальная ссылка. Соответственно, люди могут прочитать эту информацию, нажать, скажем так, на страницу нашего сайта с этой новости, ознакомиться что мы предлагаем, нажав кнопку регистрации и введя свои данные, это будут ваши реферальные партнеры, которых вы даже, может, и не знаете из интернета. А вот из той информации, которая отражена в профиле, они смогут вас найти, потому что вы будете являться наставником. А как, скажем так, найти партнеров, которые зарегистрировались под вами, я покажу немножко позже. То есть вы можете всегда обратиться к тем людям, которые по вашей реферальной ссылке зарегистрируются в нашем проекте, благодаря той информации, которая отражается в личном кабинете после регистрации этих людей. Итак, это раздел новостей. Как я сказал, он больше даже относится не только и не просто к новостям, а еще и к инструментам для создания бизнеса по партнерской программе нашей компании. У нас теперь с вами осталось раздел банкинга, раздел инвестиций и раздел статистики. Вот, потому что остальные, а еще и раздел инструменты партнера. Давайте здесь мы его разберем. Раз раздел инструменты партнера мы разобрали новости. Соответственно, есть важный момент, на который я сейчас хочу обратить внимание особенно. Сейчас одну секунду я вернусь в конференцию. Видно, слышно то, что я сейчас говорю, нет? Чтобы я понимал. Ничего там не прерывается и так далее. Все отлично, да? Все, я возвращаюсь в личный кабинет. Итак, друзья, раздел инструменты партнера, да? Этот раздел доступен для людей, которые подписали партнерское соглашение. То есть, когда вы просто зарегистрируетесь на нашем сайте, вы даже можете купить какие-либо акции нашей компании, зайдя в раздел инвестировать и так далее, но если вы не являетесь партнерами, вы остаетесь в статусе клиента. И вам недоступны реферальные ссылки, которые вы можете давать своему окружению с целью регистрации этих людей как партнеров в бизнесе, да, и получения вами вознаграждения. То есть, если вы не подпишите договор о взаимодействии с нашей компанией, да, соответственно, вы не сможете строить бизнес и зарабатывать здесь деньги. Поэтому, если за вами будут регистрироваться люди, у которых есть пусть даже маленькая вероятность процента, что они будут все-таки развивать партнерскую структуру, рекомендуйте им зайти в раздел инструменты партнера, в раздел реферальные ссылки, да, вот, и зайдя в этот раздел, видите, здесь написано, для того, чтобы участвовать в реферальной программе, вам необходимо принять условия соглашения, да, то есть, вот это соглашение надо будет подписать. Если вы нажмете условия соглашения, вам высвечивается договор, я, кстати, вот его не подписываю, на вебинаре специально, то есть, чтобы продемонстрировать это вам. Договор вы можете прочитать, ознакомиться с ним, вот полоса про открутки, вы его отсюда, кстати, тоже можете и скачать, и прочее. Он подписан со стороны нашего руководства. Если вы нажмете кнопочку согласен, это будет являться фактом подписания данного договора, и как только вы это сделаете, вам сразу же будут доступны реферальные ссылки в разделе инструменты партнера, вот здесь, да, мало того, вам с этого момента будут доступны план вознаграждения, с которым вы сможете ознакомиться. Сейчас он точно так же, вот, чтобы вы не нажали в разделе инструменты партнера, план вознаграждения, баннеры, да, которые вы могли бы использовать на своих интернет-страницах, то есть, баннер это такая штука, которая работает 24 часа, даже когда вы спите, отдыхаете, там в бане, на рыбалке находитесь и прочее. Если у вас есть интернет-страница в виде сайта, блога, сайта одностраничника какого-либо, да, либо страницы в соцсетях, которые позволяют, скажем, такие страницы создавать, куда можно вставить HTML-код. Вот, то есть, этот баннер, как он работает? Он просто моргает у вас определенного размера, размера того поля, в которое вы хотите его вставить. Кликая по этому баннеру, человек переходит на страницу либо нашего сайта, либо на страницу, лендинга партнеров. И там он может ознакомиться с информацией, нажать кнопку регистрация, и данный баннер позволит вам привести в свою, скажем так, структуру, команду еще одного партнера. Вот, поэтому я вам рекомендую использовать данные инструменты. Сейчас они недоступны, потому что в данном аккаунте у нас договор не подписан. Давайте сделаем следующее. То есть, я хотел вам показать еще раздел банкинга, то есть, транзакции и прочее. Раздел инвестиций, а потом мы с вами зайдем в аккаунт, в котором есть уже доступные реферальные ссылки, просто покажем, как они выглядят. Итак, друзья, раздел банкинга. То есть, здесь у нас есть 6 пунктов. Первый из них это транзакции. То есть, все, что будет связано в вашем аккаунте с движением денежных средств, будет отражаться в данном разделе. Так как я говорил, этот аккаунт девственный, то есть, никто еще денег сюда не заводил, никто еще, скажем так, отсюда ничего не оплачивал. Соответственно, здесь есть только одно движение, то, что вам на премиальный счет начислено 100 подарочных акций. И все. Если вы будете деньги пополнять основной счет, что, в принципе, я рекомендую сделать, прежде чем купить любой из пакетов, это пополнить основной счет. Благодаря тем платежным системам, которые вы сейчас увидите, я сейчас покажу, как это сделать. Любое движение. Ввод денежных средств на основной счет, скажем так, передача этих денежных средств в кабинет какого-то партнера. Вывод денежных средств, если вы зарабатываете во партнерской программе, здесь в разделе транзакции будет вся отражаться информация. Далее. Что у нас здесь есть? Первое, да, у нас есть раздел пополнить счет. Давайте мы его нажмем. У нас на счетах ноль. Соответственно, как я говорил, я рекомендую. Мои рекомендации, их можно прислушиваться, можно нет, можно напрямую оплачивать пакеты. Но самый, наверное, простой способ это завести денежные средства на основной счет, а потом себе оформить пакет. Итак, для того, чтобы денежные средства завести на основной счет, ну давайте мы с вами, вот у нас 15 долларов стоит минимальный пакет. Мы нажимаем 15 долларов, нажимаем кнопку пополнить, и у нас сразу же выставляется система счет, видите, номер 105 730 на 15 долларов и предлагается выбрать способ оплаты для пополнения счета в кабинете партнера компании Skyway Capital. Вот. Выглядит это следующим образом. У нас здесь есть платежные системы, целый ряд. OkPay, PerfectMoney, Яндекс.Деньги, Visa для России, СНГ и Прибалтики, Visa для всего мира. Есть система Advanced Cash, если у вас там есть электронный кошелек. Дальше Kiwi кошелек, WebMoney кошелек и возможность перевода денежных средств посредством перевода SWIFT банковского. Да, это, наверное, один из самых долгих переводов может быть, там от 5 до 7 банковских дней. Здесь вам выставляется invoice, с которым вы можете идти в банк оплатить этот invoice. Либо, скажем так, данные, которые будут в invoice, можете через свой интернет-банкинг ввести и оплатить, скажем так, данный счет. Итак, вот выставился данный счет, да, я могу выбрать какую-либо из систем, какую бы я не выбрал, там дальше будет подробная инструкция, как мне поступить по пунктам. Сделайте одно, второе, третье, четвертое. То есть, внимательно рекомендую читать, что там написано, ну и не торопиться, да, то есть, не делать вид, что вы все знаете и так далее. Опять же, делаю акцент на чем? Вы сможете денежные средства завести к нам в личный кабинет, если у вас есть кошельки на одной из перечисленных платежных систем. Я сейчас деньги не буду, да, зачислять ни с какой платежной системы и сделаю следующее. Просто нажму на крестик. И даже если я сейчас здесь вытру 15 долларов, то получится следующая картина. Смотрите. То есть, я выбираю раздел банкинга и выставленные счета. В этом разделе, если бы я ничего не делал и так далее, у меня бы было пусто, но сейчас мы с вами видите номер счета 105-730, тот, который был указан на панели, дата 17-23, сегодняшнее число, да, пополнение счета и 15 долларов. То есть, я мог сделать следующее, и вы, в принципе, все можете делать, что? Просто-напросто зайти, и даже вот посмотрели, ознакомились с информацией, зашли в раздел пополнить счет и вписали сумму, на которую вы планируете купить акции. Потом вы нажали отменить, здесь появился данный счет, и когда у вас, например, появится денежное средство на одном из тех кошельков, равный той сумме, которую вы хотите оплатить, вы можете сюда прийти и просто выбрать кнопочку оплатить. Если вы это сделаете, вам точно так же предложатся несколько вариантов, как вы можете это сделать, и эти деньги будут заведены на основной счет, и на основном счете у вас будут не нули, а 15 долларов. Я же сейчас нажимаю кнопку отменить. Система меня спрашивает, вы уверены, что хотите удалить данный счет? Я говорю, да, окей. Сейчас сайт прогрузится и счет удален. Соответственно, у меня нет неоплаченных счетов. Если вы оплатите счета, то вот здесь вот видите подтвержденный пункт, у вас в разделе подтвержденные счета после оплаты будет указан номер счета, который вы оплатили, на то количество денежных средств и так далее. В разделе транзакции, то, что я говорил, у вас здесь будут, в разделе, кстати, где транзакции отражаются реальные деньги, движение которых было. Либо начисление на акционный счет и так далее. То, что мы сейчас с вами написали 15 долларов, потом убрали этот счет, там эта информация не будет. То есть, по полный счет мы разобрались. Далее, выставленные счета мы с вами сейчас посмотрели. у нас есть возможность перевести денежные средства. То есть, когда мы нажимаем перевод денежных средств, это, как правило, мы используем для того, чтобы переводить денежные средства тем людям, которые, например, появились в нашей структуре, не умеют пользоваться интернетом, такое зачастую сейчас у нас встречается, но у них есть деньги, они услышали от вас информацию, они горят, скажем так, той возможностью, которая им предоставилась. Они находятся рядом с вами и говорят, слушай, вот деньги у меня в руках, давай сделаем как-нибудь так, чтобы эти деньги оказались у меня на основном счету. А вы знаете, что у вас есть деньги на основном либо бонусном счете и суммарно их хватит для того, чтобы, скажем так, купить пакет акций этому человеку. Вы заходите в раздел перевода денежных средств, пишите количество с основного счета, которое хотите перевести, количество, которое есть у вас на бонусном счету. В принципе, сразу хочу сказать, но я думаю, ничего крамольного в этом нет. Денежные средства, которые мы можем выводить, это только бонусный счет. Соответственно, если у вас, например, человек хочет купить на 130 долларов, у вас есть там 50 долларов на основном и 150 долларов на бонусном, логично, наверное, будет 50 написать с основного, дальше оставшуюся недостающую сумму 80 с бонусного, чтобы оставшуюся сумму вы могли, например, в любой момент вывести и использовать ее. То есть, ну, наверное, не делайте такой ошибки, не пишите всю сумму с бонусного счета, потому что с основного счета мы деньги не выводим. Итак, вы вписали эту сумму, предварительно вы зарегистрировали данного человека, вводите здесь e-mail этого человека, который является его логином в нашей системе, нажимаете найти получателя, если такой есть, система показывает, да, такой есть, и вы нажимаете кнопку подтвердить перевод, у вас загружается следующая страница и предлагается ввести код, который вам отправляется по почте либо по смски. Вот. вы вводите этот код, тем самым подтверждаете перевод денежных средств. Как только вы код ввели и нажали подтвердить, у вас сумма списывается с тех счетов, что вы указали, а у человека на основном счете появляется эта сумма. Сервис ввели для удобства, потому что бывают такие ситуации, когда реально у нас люди приходят, они боятся нажимать кнопки на компьютере, соответственно, если они боятся их нажимать, у них нет ни одного электронного платежного средства, благодаря которому они могут купить наши акции. Правильно? Правильно. Далее у нас есть раздел в банкинге запрос на вывод и настройки. Прежде чем вывести деньги, заработанные вами по партнерской программе, в этом аккаунте их нет, но тем не менее, если вы строите структуру, вам начисляется там вот, грубо говоря, до 20% вы можете зарабатывать с первого поколения и от 0,1% до 7% с глубины до 24 уровня. То есть, если у вас структура строится, в глубине делается товарооборот, эти деньги начисляются вам на бонусный счет. Так вот, прежде чем деньги вывести, вам необходимо в разделе настройки указать те электронные платежные системы или кошельки, на которые вы деньги собираетесь выводить. У нас есть 6 платежных систем, на которые денежные средства выводятся из личного кабинета партнера компании Skyway Capital. Первое предложение идет карточка Visa MasterCard, да, то есть, вы выбираете, пишете номер карты, имя своего владельца, срок действия карты, выбираете, какая она у вас, валютная, рублевая, там, либо евровая. Соответственно, когда вы вводите эти реквизиты, нужно нажать на кнопочку ОК. И у вас здесь в платежных реквизитах появится Visa MasterCard. Еще у нас есть Яндекс.Деньги, Kiwi кошелек, WebMoney, OkPay и кошельки долларовые, рублевые, AdvancedCash. Соответственно, какой бы вы ни выбрали, вам нужно ввести реквизиты этого кошелька, да, и нажать ОК. Кошелек появляется здесь и когда вы заработаете какое-то количество денежных средств, заходите в раздел банкинга, запрос на вывод, пишите здесь в заявке, да, вот нет ничего на стройке, здесь у вас появляется окошко, где вы пишете сумму, которую хотите вывести, и здесь же появляется, скажем так, есть окошко с теми кошельками, которые вы указали, выбираете из тех, которые указаны вами, на которые вы выводите эту сумму и оформить заявку. И в течение до трех дней данная заявка выполняется, денежные средства выводятся на ваш кошелек. Мы с вами разобрали раздел банкинга, вот, да, то есть это 6 пунктов. У нас остался раздел инвестиций и раздел статистика. Давайте разберем немного раздел инвестиций, то есть он выглядит следующим образом, то есть мои сертификаты. Если вы приобретали уже какие-либо пакеты акций, соответственно, в разделе мои сертификаты будет отражена информация. Сейчас я нажимаю, ее здесь нет, да, так как мы не заказывали, не покупали ни одного пакета. Видите, пусто. А если вы будете, если вы оформите какой-либо из сертификатов, у вас здесь будет указан номер, дата оформления, количество акций, которые вы купили, статус сертификата компании Skyway Capital, то есть он может быть на проверке, на оформлении и оформленным, да. Если он будет оформлен, здесь вы можете увидеть сертификат Skyway Capital, нажимаете, у вас высвечивается, скажем так, ваша фамилия, именно на этом сертификате красивом, диапазон акций, которые вы приобрели, их количество, на какую сумму и так далее. После того, как у вас будет оформлен сертификат компании Skyway Capital, здесь будет в разделе договор стоять красная такая кнопочка, на которую нужно будет нажать и оформить этот договор, то есть писать все необходимые реквизиты свои, там, фамилии, имя, отчество, адрес, да, где вы зарегистрированы. И договор у нас подкрепляется скрином или сканом вашего паспорта, то есть там, где ваше лицо, и в тех странах, где есть, скажем так, институт прописки либо регистрации, значит, ту страницу паспорта, где указана регистрация и прописка, и важно, чтобы она соответствовала тем данным, которые вы указали. Либо в тех странах, где нет института прописки либо регистрации, вы просто прикладываете скрин или скан документа, который подтверждает, что по тому адресу, который вы указали, вы оплачиваете какие-либо услуги, Электросвязи, ЖКХ, интернет может вы оплачете по тому адресу и так далее Это будет достаточно для подписания договора Если вы это сделаете, то в конце каждого месяца данные у вас передаются в реестр основного реестра держателя И как только данные о вас будут внесены в основной реестр компании Мы говорим всегда, покупая пакет акций компании Skyway Capital Вы становитесь совладельцами технологии и вас вносит в основной реестр группы компании Skyway То есть вы становитесь совладельцами доли в этой компании У кого-то она больше, у кого-то меньше И на эту долю в дальнейшем, когда мы будем уже работать на мировом рынке инвестиций И появится прибыль в компании, вы сможете получать дивиденды Так вот, как только данные о вас будут внесены в официальный реестр У вас здесь появится такая надпись «Выписка из реестра» Вы можете на эту кнопку нажать и у вас скачается на компьютер выписка из реестра Где будут написаны данные о вас в табличке с печатью синей, с подписью Анатолия Дорочевницкого И у вас появится возможность заказать за 10 долларов сертификат на бумажном носителе Уже непосредственно компании Eurasian Rail Skyway Holding То есть нашей корневой компании Как только вы закажете, скажем так, как только у вас будет доступна выписка Вас занесут в данные реестр держателя Сертификат Skyway Capital будет аннулирован То есть Skyway Capital несет перед вами обязательства о том, что внесет вас в реестр основной компании Как только он это делает, сертификат Skyway Capital аннулируется Но данные о вас занесены в реестр основного реестр держателя И вы можете за 10 долларов заказать себе на дом доставку бумажного сертификата Если это вам нужно Я этого не делаю, потому что в принципе сегодня мы живем в мире, где есть только Есть большое количество, точнее в основном уже используются электронные платежи и так далее Важно, что данные о вас занесены в реестр основного реестр держателя Это раздел Мои сертификаты Далее у нас есть раздел Инвестировать Есть раздел Рассрочки И вы сразу попадете, скажем так, на ту страницу, где идет информация и возможность приобрести пакет акций в рассрочку И есть раздел Мои рассрочки, если вы рассрочку уже заказывали Вот если сейчас мы нажмем раздел Мои рассрочки Там будет написано, что у вас нет ни одной рассрочки Вот Для покупки акций в рассрочку перейдите по ссылке Если мы нажмем, соответственно мы перейдем сразу вот в этот раздел рассрочки я же хочу сначала вас завести в раздел инвестировать вот и в разделе инвестировать мы с вами видим как пакеты которые мы можем приобрести в рассрочку на баннере да вот у нас есть пакеты старт сеньор стабильный и бизнес то есть приобретая данные пакеты у вас есть возможность в итоге получить на руки по окончанию рассрочки она разная за 25 долларов в месяц вы можете платить 10 месяцев можете раньше вы получите 32 с половиной тысячи 5 10 долларов в месяц 65 тысяч акций 220 тысяч акции 100 долларов мисеc на 10 месяцев и по 200 долларов мисле вы будете оплачивать на протяжении 9 месяцев и получите в подарок отка не в подарок точнее подарок 90 тысяч а суммарно 540 тысяч акций нашей компании далее у нас есть раз появились новый пакет акций как я говорил это по просьбе наших европейских партнеров и, скажем так, партнеров, проживающих еще говоря, в странах Первого мира, то есть там, где достаточно высокий доход, это Европа, это целый ряд стран мира, Канада, США и еще другие страны. У нас появились пакеты в рассрочку сроком на 10 месяцев все, с дисконтом от 450 до 570, с ежемесячной проплатой от 500 до 5000 долларов. То есть вот такие вот пакеты у нас есть. Далее у нас остались пакеты где, скажем так, дополнительным для вас, наверное, подарком будет являться то, что вы можете осенью появиться во время нашей конференции, которая пройдет в октябре в Белоруссии, еще одной, да, такой же, которая будет крупнее минимум раза в 3-5 при больше людей, высадить фруктовое дерево с именной табличкой. Дисконт этих пакетов от 250 до 400, и они предполагают то, что вы покупаете пакеты от ци в рассрочку от 6 месяцев до 2, потому что вот пакет 80 долларов вы можете платить на протяжении 6 месяцев, 150 долларов ежемесячно с дисконтом 350, это 4 месяца подряд вы платите по 150 долларов, да, и дисконт 400, 2 месяца подряд по 500. То есть оформив данный пакет, у вас есть возможность, как я говорил, приехать на территорию Экотехнопарка и высадить свое именное фруктовое дерево. Далее, у нас с вами есть пакет акций, который можно приобретать разово, да, то есть вы заплатили, и вам оформляется сертификат. То есть у нас есть пакет юбилейный, который до недавнего времени, до прошлого месяца, был просто за 300, за 1000 долларов, вы могли себе приобрести 300 тысяч акций, и в подарок вам шла юбилейная монета с изображением нулевого километра компании Skyway Capital, будущей дороги Skyway, да, которая находится на территории Экотехнопарка. С прошлого месяца условия изменились, я считаю, в лучшую сторону, то есть если вы в течение месяца после того, как приобрели пакет за 1000 долларов, оплачиваете еще раз 1000 долларов, то за второй пакет вам начисляется 480 тысяч акций, за первые 300 тысяч акций. И если вы еще третий раз делаете, да, в течение там еще следующего месяца, покупаете пакет за 1000 долларов, то вам еще начисляют 570 акций, суммарно это вам дает 1 миллион 350 тысяч акций. Это выгодный пакет, потому что вот, скажем так, в разделе обычных пакетов, мы сейчас я вам покажу это все, да, вы приобретаете эти акции за эту сумму, ну, скажем так, гораздо меньшее количество акций, чем по данному акционному пакету. Далее, у нас есть три крупных пакета, вы помните, я показывал рассрочку, да, на 10 месяцев и 500 долларов, либо вы сразу можете заплатить 5000 долларов и посадить на территории экотехнопарка именное дерево эксклюзивной породы, то есть не фруктовая, да, то есть будет аллея предусмотрена и такая. Далее, стоимостью 10 тысяч долларов, и здесь уже, скажем так, дополнительным бонусом является юбилейная монета с изображением нулевого километра, и пакет за 50 тысяч долларов с дисконтом 600. Сразу хочу сказать, у нас в обычных пакетах, сейчас мы с вами посмотрим, да, стоимостью 150 тысяч долларов, вы видите, да, дисконт 500. В акционных пакетах стоимость 50 тысяч долларов, то есть три раза меньше, но дисконт 600. То есть уровень доходности, да, вы получите меньше, конечно, количество акций, чем 75 миллионов, ну, тоже очень приличное. 30 миллионов акций за сумму в три раза дешевле. То есть если мы 30 миллионов умножим на 3, мы получим 90 миллионов, да, а там вы видели 70 миллионов, если вы покупаете за 150 тысяч долларов. Итак, друзья, у нас есть табличка, в которой вы можете оформить оплату пакетов акций разовой, которую вы приобретаете. Напротив каждого пакета у нас есть цифра 0, вы видите, стоит, есть плюсик и минусик. То есть если вы решили купить пакет, например, у нас еще есть акционный пакет, где вы сразу можете оплатить 250 долларов и получить 32 с половиной тысячи акций, и он выгоднее по дисконту, опять же, да, видите, у нас пакет есть за 350, обычный, не акционный, у него дисконт 123, здесь 250 на 100 долларов меньше, и дисконт 130. То есть это выгодный пакет. Если у вас есть, например, 500 долларов, да, вы можете дважды, ну, то есть как бы так, есть смысл эти 500 долларов возможно потратить в рассрочку, потому что там тоже будет большее количество акций, которые начисляются. Как оформить пакет? Достаточно просто. И у нас есть одна как бы нехитрость даже, а тонкость. Если, допустим, у вас есть количество денежных средств на один пакет, который побольше, и у вас еще есть какое-то количество денег, которое вы готовы потратить на приобретение акций. Ну, давайте вот мы рассмотрим. Вот у вас есть пакет за 550 долларов, вы решили купить, да? Вот. И у вас еще остаются там 130 долларов. То есть ровного пакета такого нет, 680, но тем не менее. Вы видите здесь дисконт, да? За пакет, который стоит 130 долларов, у него дисконт 100. Вот. У пакета за 550 дисконт 150. Ну, что произойдет, если я сейчас нажму еще единичку напротив пакета стоимостью 130 долларов? Его дисконт сейчас будет пересчитан на 150, то есть по максимальному пакету. И так бы у нас с вами было 13 тысяч плюс 82 тысячи, это получается 95 с половиной тысяч акций, а если мы покупаем два пакета сразу и в одном дисконт больше, у нас будет 102 тысяч акций, то есть фактически на 10 тысяч акций больше. Поэтому, если у вас, вы предполагаете покупку разовую, скажем так, ну вот, например, неакционные пакеты, да, и у вас есть возможность оплатить пакет там большой и чуть поменьше, то пакет, который меньше, скажем так, по цене и по дисконту, он будет пересчитан по дисконту максимального пакета. Видите, за 680 у нас дисконт 150, соответственно, на выходе 102 тысяч акций. Как дальше все происходит? Дальше, если у вас есть на основном счету, если вы первый платеж делаете, 680 долларов, да, здесь они в скобочках будут указаны, вы вписываете здесь 680 долларов и просто после того, как вы это впишите, внизу у вас сразу же появится здесь кнопочка, сейчас пока ее нет, оформить. Нажимаете на кнопку оформить и сайт прогружается, у вас высвечивается информация, что поздравляем, вы оформили такой-то пакет. Если у вас денежные средства не заведены в личный кабинет, да, так бывает, и люди выбирают, скажем так, сразу же покупать пакет акций, не заводя их на основной счет, то вы выбираете из тех платежных систем, которые видите сейчас на экране, ту, благодаря которой вы хотите денежные средства, эти сразу же своего платежного кошелька оплатить за пакет акций, который вы выбрали. Ну, видите, я поставил точку напротив Perfect Money, если у вас там есть деньги, нажимаем кнопку оформить и дальше действуем по инструкции, которая у вас появляется. Когда вы по инструкции сделаете все действия, там нужно будет указать свой логин и так далее, и так далее, вы оплачиваете купленный вами сертификат и у вас появляется в разделе мои сертификаты информация, номер сертификата, дата, время и так далее, то, что он на оформлении, то, что я говорил. Вот таким образом приобретаются пакеты акций, за которые мы платим единоразово, а не в рассрочку. То есть я здесь сейчас цифры эти убираю обратно, в нолик, да, вот, и перехожу в раздел, я могу зайти в раздел приобретения пакетов акций в рассрочку, кликая на одном из баннеров, которые у вас здесь есть, да, либо заходя в инвестиции и нажав на кнопочку рассрочки. У меня загружается та страница, где я могу выбрать пакет акций в рассрочку. Четыре пакета наши. Старт, сеньор, стабильный бизнес. Кстати, заметьте, напротив каждого пакета есть кнопочка подробности. Я вам рекомендую, прежде чем оформить рассрочку, нажать и подробно прочитать информацию. Вот. Вы здесь можете получить дополнительные подарки. Да, то есть до сих пор действует эта акция, то, что если вы сделаете двойной платеж по рассрочке, если она у вас была оформлена ранее и вы сейчас можете сделать двойной платеж, вам дополнительно на пакете старт будет добавлено 32,5 тысячи акций, 11,5 тысячи акций, соответственно, суммарно будет 44 тысячи. То же самое на пакете сеньор. Дополнительные есть акции, на пакете стабильные, на пакете бизнес. На пакете бизнес максимальный подарок это 189 тысяч акций, если вы сделаете два платежа единовременно. Или, делаю акцент, в течение календарного месяца пригласите трех новых партнеров, которые зарегистрировались по вашей реферальной ссылке и приобрели пакеты акций нашей компании на сумму не менее 25 долларов. Вам точно так же в подарок будут начислены те акции, которые могут быть вам начислены, если вы делаете двойную оплату рассрочки. Далее, новые пакеты, точно так же напротив каждого из них есть подробности, да, то есть вы можете прочитать внимательно, о чем идет речь, что вы приобретаете. И пакеты с посадкой деревьев на территории экотехнопарка осенью этого года. Так же вы можете прочитать подробности напротив каждого пакета, что это вам дает, сколько вам нужно в месяц платить, то, что вы можете это оплатить досрочно и так далее. Выбираете, то есть есть кнопочка «Видеть» напротив каждого пакета, есть «Выбрать». Вот если я сейчас выберу пакет за 50 долларов, сеньор мне опускает в ней страницы, пишет, написано «Стоимость 50», первый платеж мне нужно сделать в размере 50 долларов, да, суммарно 300, и если я в течение 6 месяцев это оплачу, я получу 65 тысяч акций компании Skyway Capital. Вот. Я могу это погасить за 3 месяца, я могу это погасить за 2 месяца, я могу в течение одного дня сумму 300 долларов, по 50 долларов оплатить, сделать несколько платежей, и через короткий промежуток времени мне будет оформлен сертификат. Здесь вы опять вписываете, заметьте, на пакеты в рассрочку у нас можно вписывать деньги только с основного либо с бонусного счета. Пакеты, которые мы приобретаем разово, вы их можете приобрести на деньги, которые начисляются вам на акционный счет, если вы занимаетесь созданием партнерской структуры. То есть вы просто вписываете с бонусного счета, например, 130 долларов, да, если выбрали пакет на 130 долларов, там, в разделе стандартных инвестиций, и вам будет оформлен пакет. Здесь же вы видите, да, у нас на счетах пусто, мы вписать ничего не можем. Соответственно, мы поступаем так же, указываем какую-то одну из платежных систем, если мы выбрали уже себе пакет за 50 долларов, и благодаря этой платежной системе осуществляем первую оплату пакета. Я сейчас опять же что-то делать не буду, да, вот. И очень важный раздел, который в дальнейшем вы сможете использовать, когда вы приобретете пакет акций в рассрочку, это мои рассрочки. Вот в этом разделе у вас здесь появится табличка. Она очень информативна и проста. В этой таблице вы можете сделать следующее. В ней можно оплачивать, скажем так, досрочно платежи, да, и первый платеж, если вы сделаете, например, на 6 месяцев, то, что мы делали, у вас отразится информация, что первый платеж сделан, оплачен, останется 5. Далее будет поле, в котором вы можете, скажем так, установить списание денежных средств автоматом с ваших счетов и выбрать основной, либо бонусный. Если вы строите партнерскую структуру и знаете, что у вас в месяц железно будет более 50 долларов на бонусном счете, вы ставите галочку напротив бонусного счета и у вас в течение, скажем так, оставшихся полугода, 5 месяцев просто будут списываться денежные средства в дату платежа, который вы сделали, приобретая пакет акций. Дальше там у вас может быть возможность отказаться от рассрочки, чего бы я ни делал, потому что если вы от нее откажетесь, платеж у вас будет аннулирован, денежные средства у вас будут заведены на акционный счет и вы сможете только, скажем так, купить на эти деньги неакционные пакеты с тем дисконтом, который у нас есть в разделе инвестировать личного кабинета. Вот таким вот образом. Поэтому, скажем так, просто так по кабинету, где у вас оформлены рассрочки, где есть табличка, не шарьтесь, не кликайте мышкой там в разных местах и так далее. То есть работайте с этим аккуратно. И там же, как я говорил, есть возможность оплатить рассрочку досрочно. Выбрать его можете несколько месяцев там, один месяц, два, три, полностью оплатить одним платежом. Ну, в связи, скажем так, чтобы ваш высшестоящий партнер, либо чтобы вы, приглашая людей, зарабатывали немножко больше процентов, ну, есть логика в том, чтобы люди делали платежи. Скажем так, надо сделать пять платежей, пусть делают пять платежей, потому что они вам зачтутся как транзакции. Это раздел «Мои рассрочки». Здесь у вас, как я говорю, будет табличка, если вы рассрочку оформили. Так, ну, в принципе, в этом кабинете, если я нажму «Статистика» по маркетингу плану, это информация по вашей партнерской структуре, здесь ничего не отражается, и также написана информация о том, что для того, чтобы эта информация была доступна, чтобы вы могли зарабатывать деньги, вам необходимо поднять условия соглашения. Теперь я делаю следующее. Нажимаю выход из этого кабинета, здесь нажимаю кнопку «Вход» и ввожу, скажем так, данные другого личного кабинета, в котором информации немножко больше, чем мы с вами видели, и разберем здесь буквально два-три момента. Нажимаем вход. Я на время сейчас снова зайду в личный кабинет. Ну как, меня видно, слышно? По поводу покупки пакетов рассрочек, хорошо, я сейчас постараюсь обратить внимание еще раз, да? Так, вопросы потом рассмотрим, возвращаюсь в личный кабинет. Смотрите, здесь информация немножко больше, так как есть, скажем так, работа немного по партнерской структуре, есть денежные средства на бонусном, на акционном счетах, соответственно, можно оформить пакеты, которые находятся в разделе инвестиций, я сейчас сюда зайду снова, да? Вот у нас инвестиции, инвестировать, вот, можно выбрать здесь стандартные пакеты либо пакеты рассрочку, как я вам говорил, да? С акционного счета у нас можно купить пакеты, которые находятся только вот на этом светло-серо-зеленом фоне, то есть акционные пакеты, там где дискон завышенный и так далее, мы с акционного счета оплатить не можем. Но если мы, вот, например, я сейчас не буду это оплачивать, но просто напротив пакета 130, да, ставлю единичку, вот, у меня хватает денежных средств, да, для того, чтобы это сделать. Если я здесь укажу 130, например, у меня здесь 146, да, то я смогу оформить пакет за 130. Но у меня как бы нет цели сейчас, как бы, акционные деньги идти потратить, потому что есть вероятность то, что тут добавится еще на акционный счет, люди будут покупать пакеты акций до конца мая, да, то есть пока дисконт у нас остается этот же, можно накопить сумму 200 и купить с акционного счета уже с дисконтом 102, 20 тысяч 400, не 13 тысяч акций и так далее. Это про стандартные пакеты. Далее, точно так же оформляется стандартный, мы с вами уже разобрали. Теперь там вопрос по рассрочке звучал, сейчас я посмотрю, в чем его суть. Ольга, если рассрочка была оформлена в декабре с дисконтом 600, то вам нужно оплатить эту рассрочку досрочно, да, и вам будет предложено в личном кабинете, в той же табличке, которая есть, хотите ли вы приобрести пакет акций с тем же дисконтом, вот. Если вы покупали пакет, например, за 50 долларов, у нас такой был, да, то вам будет предложено за 50, 100, там и, по-моему, 250. Если у вас был пакет оформлен за 100, то, скажем, вам предложится номиналом 100 и более. Меньше не предложится. Вот таким вот образом. Далее, у нас Татьяна спросила оформлении и покупке пакета акций в рассрочку. Ну, давайте я сейчас это и продемонстрирую. Смотрите, мы можем начать оформлять пакеты акций в рассрочку нажатием кнопки в разделе «Инвестировать» личного кабинета, да, вот здесь, вот, «Инвестировать», то, что я нажимал. На одном из баннеров, которые есть здесь, либо прямо в разделе «Инвестиции» нажимаю кнопку «Рассрочки». Я захожу в раздел «Рассрочек», да, то есть и каждый из вас это может сделать. И в разделе «Рассрочки» у нас сегодня отражены 4 пакета «Старт, сеньор, стабильный бизнес», которые у нас и были, да, с номиналом, скажем так, со своими дисконтами и со своим количеством акций, которые вы получаете. 32 500 суммарно за 6 месяцев 65 тысяч, 220 тысяч и 540. Появились пакеты с пятницы вечера, номиналом гораздо большим, с ежемесячной оплатой от 500 долларов до 5000. С дисконтами от 450 до 570, да, вы можете выбрать тот пакет, который вам комфортен и оплачивать. Еще раз хочу сказать, напротив каждого пакета у нас есть подробности. И рекомендую, прежде чем нажать «Оформить», прочитать, что может дать вам каждый пакет, да. И есть еще три пакета, которые позволяют приобретать пакеты акций в рассрочку стоимостью от 80 долларов до 500 в месяц, сроком на 6 месяцев, на 4 месяца и на 2 месяца. Вы выбираете какой-либо из этих пакетов, например, вот 150, выбрать. Вам пишется, что вы выбрали пакет акций в количестве 210 тысяч штук, общая стоимость его 600, вы берете по 150 долларов в рассрочку. Как я вам говорил, в рассрочку мы можем оформить пакеты только с бонусного основного счета, да, либо при помощи платежной системы, которая у нас здесь есть. Если вы не будете вписывать вот здесь основного либо бонусного счета, соответственно, у вас будет возможность оплатить данные пакеты при помощи платежных систем. Могпэй, перевода банковского SWIFT, PerfectMoney, Kiwi, Яндекс, Виза, Прибалтика, Россия, СНГ, Advanced Cash, электронные деньги, да, WebMoney и Виза, весь мир. Это то, что сегодня есть. Либо, если деньги у вас есть на основном, либо на бонусном счете, вы здесь вписываете, доплатить здесь, да, написано, при помощи платежной системы. Если сейчас здесь впишу, то мне ничего, конечно, поплачивать не нужно будет, просто оформить. Я этого сейчас делать не буду. Вот таким образом оформляются рассрочки. То есть, в принципе, ничего, скажем так, премудрого в этом нет, сложного в этом нет. Когда вы оформите рассрочку, у меня в этом аккаунте тоже нет, да, оформленных рассрочек. Я вот сейчас нажму, здесь будет написано, что у вас рассрочек нет. Это мы с вами разобрали раздел инвестиций. Теперь я бы хотел вам показать раздел статистика, тот, который я не смог показать в том кабинете, да, потому что реферальный, там, точнее, договор не подписан, партнерское соглашение, да, соответственно, там реферальные ссылки были недоступны, соответственно, никакой структуры быть не может. Здесь это есть. На что хочу обратить внимание. Когда мы входим в раздел статистика, чтобы она была отражена реально, как есть на самом деле, первое, что вам нужно сделать, это актуализировать структуру. Вот видите, здесь справа такие две стрелочки, которые в итоге, как будто кружок такой формируют. Нажимаем на них, у меня там была информация, что было обновлено 2 мая, сегодня у нас 4 мая. Сейчас обновится сайт, обновится информация вот здесь. Сразу слева вы можете видеть сводную информацию по уровню. Если в вашей структуре, там, 5 уровней, соответственно, у вас будет расписана информация по всем 5 уровням, какое количество участников в вашей структуре на каждом из уровней, какое суммарное в итоге, да, и какое количество инвестиций, благодаря вашей деятельности, деятельности ваших партнеров, пришло в компанию. В итоге суммарно и по уровням, да. Видите, актуализация прошла на 4 мая, на сегодня. Далее здесь есть две круглые диаграммы, то есть участники в вашей партнерской структуре в каких квалификациях находятся. То есть есть партнеры, есть клиенты, есть консультанты. Я вам рекомендую все-таки людей ориентировать на то, чтобы они подписывали агентское соглашение, оно их ни к чему, в принципе, не обязывает, там, никто не заставляет их строить структуру. Но чтобы не потерять денег и чтобы, скажем так, была возможность зарабатывать, почему бы это не сделать? Только тогда будут доступны реферальные ссылки. Далее здесь написано, какое количество денег людьми в вашем первом поколении привлечено и в какой, скажем так, квалификации. То есть вы можете выбрать партнеры 796, клиенты, те, которые просто купили акции, другое количество. Дальше идет диаграмма по поводу регистрации людей и продажи в вашей структуре. Здесь вы можете настроить фильтры, то есть чтобы вам высвечивались люди в вашей структуре, которые только сделали инвестиции, либо не сделали инвестиции. Вы можете посмотреть их, не ставя ничего, у вас просто будет общая информация по структуре. Соответственно, здесь вы можете выставить фильтры, которые вам позволят вычленить, скажем так, или без тех людей, которые вы отметите, посмотреть структуру. Консультанты, клиенты – это те люди, которые у нас находятся в разных квалификациях нашего маркетинг-плана. И дальше идет информация по вашей партнерской структуре, для начала, по первому поколению. Здесь опять же круговая диаграмма, сколько у вас клиентов, партнеров, сколько консультантов. И какое процентное соотношение по структуре. 50% всей структуры – это партнеры, 6,3% из всего коллектива, который в первом поколении делал акцент. Информация дается по вашему первому поколению. Консультанты и клиенты. И вот вся информация о людях, которые регистрировались под вами, она отражена здесь. Что здесь важно, на что следует обратить внимание? Напротив каждого человека у вас есть кнопочка «И», нажимая на которую вы можете видеть электронный адрес и телефон данного человека. Если человек пришел к вам из интернета и вы его не знаете, у вас есть способ, как с ним связаться. Либо на почту отправить сообщение, либо по почте попытаться найти его в скайпе, либо, скажем так, просто позвонить по телефону и сказать, что вы такой-то, такой-то, вы зарегистрированы, скажем, подо мной там-то, там-то. Я готов предложить вам свою помощь для того, чтобы вы могли развиваться в этом проекте. Ну, это было бы сделать хорошо. Далее, напротив людей, где стоит какая-то цифра, да, сколько человек под ними, вы можете нажать и посмотреть. Ну, вот, например, вот так. То есть, видите, под этим человеком у меня есть два человека. Это второй уровень моей структуры и первого поколения этого человека. Опять же, напротив каждого из этих людей есть кнопочка «И», нажимая которую вы можете найти информацию, что это за человек, электронный адрес и его телефон. Далее, если у этого человека тоже стоит что-то, вы можете нажать и высветится третий уровень глубины от вас. И каждого человека вы можете точно так же просмотреть, кто он, что он, как он попал к вам и так далее, и так далее. Это очень важно, это очень удобно, да, то есть вот так дальше, если была бы глубина, то вы могли так идти до самого последнего уровня. Это раздел статистики. Далее, внизу этого раздела, последние, скажем так, шесть операций по денежным счетам, которые проходили в вашем личном кабинете. Я еще хочу вам показать раздел все-таки транзакции. Я вам говорю, что если вы какие-то телодвижения совершали, если происходило движение денежных средств, то в этом разделе отражается все, что происходит в вашем личном кабинете. Вот написано, от чего, почему деньги были куда начислены. То есть акционный бонусный счет, прибыль, прибыль, прибыль. Если вы выводили денежные средства, здесь будет написано сумма и дата вывода, и здесь будет написано выведены, да, вот. Либо, если вы пополняли счет, здесь будет пополнение кошелька. Это раздел транзакции. Еще я хочу вам показать все-таки раздел «Мои сертификаты». То есть если вами будут куплены какие-то сертификаты, то по правильно оформленным сертификатам у вас будет вот такая информация. То есть дата, номер сертификата. И вы помните, я говорил, когда данные заносятся в реестр основного реестра держателя, появляется кнопка «Выписка из реестра». Вот если мне еще нажать, у меня будет скачан документ, в котором указано, что сертификат, там номер такой-то и такой-то, внесено такое-то количество акций, там и так далее, и так далее. И сертификат, который был выписан компанией Skyway Capital, я вот сейчас нажму, видите, он аннулирован, потому что компания выполнила свои обязательства передо мной и передала мои данные основному реестру держателям. Я могу оплатить доставку сертификата 10 долларов, своего бонусного счета, например, либо основного, и заказать бумажный сертификат. Но мне, в принципе, он не нужен, как я вам говорил. Мне достаточно того, что есть информация, что сертификат на меня оформлен, и что у меня есть выписка из реестра, где дана полностью информация, кто я, что я, какое количество акций у меня есть, которым количеством акций я владею. Еще момент, на который я хотел обратить ваше внимание, это все-таки инструменты партнера, реферальные ссылки. В том аккаунте они были недоступны. Здесь вот так выглядит раздел реферальных ссылок. Реферальные ссылки у нас ведут на форму регистрации в личном кабинете, и реферальные ссылки у нас ведут на странице сайта и на странице нашего лендинга партнеров. То есть, куда вы хотите человека привезти, то ссылочку вы копируете здесь в буфер и отправляете посредством соцсетей, посредством скайпа, посредством других мессенджеров, которые есть в интернете. Но без интернета вы не сможете людей зарегистрировать, потому что вам ссылку это надо им передать. Далее, в разделе инструменты партнера у нас есть план вознаграждения, и с ним подробно можно ознакомиться. Также в разделе, скажем так, по плану вознаграждения у нас два раза в неделю, как правило, проходят вебинары, по вторникам и пятницам. Ближайший будет в пятницу в 13.00. Здесь по каждой квалификации вы можете нажать, кликнуть, например, вот лидер у нас есть. И здесь высвечиваются условия, что нужно сделать для того, чтобы стать лидером, какие проценты вы будете получать. Ну и просто примерная конфигурация такая, в виде графа, сколько процентов, с какого уровня вы можете получать. Важно, что в конце каждой страницы описания квалификации есть две кнопки, две ссылки. Вы можете скачать текстовое описание данного маркетинга к себе на компьютер, либо вы можете скачать слайды презентации, по которым мы проводим мероприятие по вторникам и пятницам, и знакомить с этой информацией ваших потенциальных партнеров. И вот раздел баннеры, в котором отражена информация по нашим баннерам, более 60 видов. Вы можете выбрать нужную вам размера, то есть тот, который будет встроен в вашу страницу. Он может быть вытянут по горизонтали, по вертикали, вы видите, вот его HTML-код, и вы уже выбираете. Лидер для партнеров, видите, зеленым загорелось, соответственно, если вы скопируете, то кликаю вот по такому баннеру на вашем интернет-ресурсе, человек перейдет на лидер партнеров, либо на официальный сайт. То есть это уже ваше право. И размер, вид этого баннера вы сами выбираете из тех 60, которые у нас есть. Вот таким вот образом. По большому счету, это вся информация, которую я хотел дать вам сегодня на вебинаре, посвященном личному кабинету. Я, в принципе, не кривлю душой, когда говорю, что у нас на каждом вебинаре по личному кабинету есть какая-то новая информация. Вот, видите, у нас сейчас пакеты новые появились и так далее. Так, что у нас здесь есть с вопросами? Если рассрочка в декабре, так я уже Ольге ответил по поводу рассрочки, я повторил информацию. Вы знаете, вы можете заказывать новый сертификат или нет, но если вы оформляете новый пакет, вам будет оформлен сертификат компании SkyWay Capital. В бумажном виде я вам сказал, как акции можно заказать. Если вам достаточно сертификата SkyWay Capital, вы просто можете скачать его на компьютер себе и распечатать. Это у вас будет на бумажном носителе, если вам это нужно. Итак, друзья, информация, в принципе, достаточно простая. Главное, чтобы вы не боялись заходить в свой личный кабинет, не боялись его показывать партнерам, возможно, вы могли давать ссылку на запись этих вебинаров, но если человек заинтересовался, и он горит, лучшее, что можно сделать всегда, провести его по живым онлайн мероприятиям нашей компании. И после каждого этого мероприятия ответить на его вопрос. Потому что запись есть запись. Запись, как правило, люди смотрят когда? В удобное время. И как иногда нам люди говорят, хорошо, вы сами дали ему запись, он говорит, да, да, я посмотрю потом, тогда будет удобно. Вы, наверное, слышали, что дорога потом ведет в город никогда. Поэтому вероятность того, что он посмотрит запись, она есть. Но более действенным для построения структуры использовать живые мероприятия, либо вебинары вот такие, после которых с человеком связываешься, выясняешь, есть вопросы, подключаешь к этому наставника, либо там менеджер информационной поддержки и так далее, и так далее. То есть человек заинтересовался и он, у него есть интерес, да, у него энергия эта есть, с которой он хочет разобраться. А если мы будем давать какие-то записи, ну давай там через пять дней ты посмотришь и так далее. Ну вот так оно и будет двигаться. Да, акция действует в двойной платеж и в корневой компании. Итак, друзья, если больше вопросов нет, то я единственно могу поблагодарить вас за внимание, за уделенное время. Рады всегда вас видеть на наших вебинарах. Приглашайте людей, которых вы приглашаете в этот бизнес, которые становятся вашими акционерами либо собираются только это сделать. Вот, сегодня у нас еще будут вебинары по технологии 19 в 20 часов и вебинар на венгерском языке в 21 час. Завтра у нас тоже будет небольшая цепочка вебинаров, в пятницу будут тоже несколько вебинаров, поэтому следите за информацией, заходите в раздел расписания вебинаров, всегда рады с вами общаться. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok